Продолжение следует... ...с геноцидом против мирного населения Тверской области. Дело рассматривается в том же составе председательствующей Парфюмана, секретарь судебного заседания Дурного коммунистов, где участвуют те же представители сторон правительства и прокуратуры Тверской области. У нас установлена видеоконференц-связь с судом. Скажите, пожалуйста, кто нам помогает обеспечивать видеоконференц-связь? В видеоконференц-связи обеспечивает законодательский межренный суд судебное присутствие Парфюмана Тарковской. Судья Арсанга Ульга Леонидовна. Ульга Леонидовна, скажите, пожалуйста, явились ли судебные заседания свидетели? Да, свидетели явились. Два свидетеля явились. Глинкова и Захарова. Установлены ли их личности? Там личности. Код паспортов имеются, было расследовано с подлинниками. Хорошо. Свидетели ожидают в калидоре. Кого из свидетелей прокуратура полагает, что необходимо допрашивать? Первое. Предлагаю начать допрос свидетеля Захарова, затем Глинкова. Пригласите, пожалуйста, свидетеля Захарова. Добрый день. Скажите, пожалуйста, кто явился в судебное заседание? Представьте суду. Захарова Николай Владимирович. Николай Владимирович, вы приглашены в качестве свидетеля по гражданскому делу по заявлению прокурора Тверской области о признании вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Тверской области геноцидом мирного населения. Суд вас предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, дачи заветно возможных показаний, разъясняет вы право несвидетельствовать против себя супругу близких родственников. Поясните, пожалуйста, с кем-либо из лиц, участвующих в деле, напоминаю, это правительство Тверской области и прокурор Тверской области, состоите ли вы в каких-то отношениях служебных, родственных и тому подобное? Понятен вопрос, нет? Да слышно плохо. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Да. С кем-либо из лиц, участвующих в деле, напоминаю, это правительство Тверской области и прокурор Тверской области, вы состоите в каких-то отношениях родственных, служебных и тому подобное? Нет. Прокурор может задать вопрос у свидетеля. Николай Владимирович, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, какие вам известны факты о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Жарковского района? И от кого вам известна эта информация? В детские годы моя покойная бабушка, Захарова Патрона Федоровка, жительница деревни Волково, и ей по-прежнему ясно, рассказывала мне о фактах, которые произошли в деревне Волково 21 июля 1941 года. Моей бабушке, Захаровой от Крымпеток, суток Захару Григорий Захарович являлся заведующим начальник школы в деревне Волково. А сын их, Натар Иван Григорьевич, был заведующим школой в деревне Слободка нашего района. И они, как представители народного названия, имели бронь и не были призваны в ряды Советской Армии для участия в боевых действиях. И находились в ту пору дома. И в этот день, 21 июня, праздник Казанской иконы Божьей Матери. Постоянно праздник не только почитаемый на Руси, но праздник почитаемый именно в деревне Волково. И народ собрался отмечать этот праздник. Выли на столы на улице. Народ, естественно, веселился. Гармошка играла. Появились немцы. Появились они на мотоцикле количестве трех человек. В это время вышли отступающие из Плодсмоленска бойцы Красной Армии. И один из фашистов был застрелен. Основные скрылись, потому что рядом с деревней Волково находится деревня Шамши. Там стоял штаб немецкой дивизии. И при появлении там вооруженных сил немецких, так как деревня Шамши, она находилась как бы немного на возвышенности, и там на возвышенности, на высоком месте, была поставлена вышка. К тому же, в ту пору, доиверсной растительности, не было вокруг. И можно было осматривать всю территорию. Так вот, с этой вышки было хорошо видно и деревню Волково, и то, что там происходит. Оставшиеся в живых фашисты, они возвратились в деревню Шамши, и после чего был отправлен кратильный отряд. Население местное, после того, как был убит фашист, они стали убедать деревню. Одни направились в одну сторону к своим родственникам. Моя бабушка и вместе с моим отцом, и с моей тетей, они направились в сторону Смоленской области, в лес, в так называемое место казна. С бабушкой была корова, но и, видимо, больше ничего не было из хозяйства. И в это время то же самое, вокруг деревни тоже не было растительницы такой большой. И все было видно, немцы стали окружать деревни. Они стали подходить к дому, где находился мой дядя и мой дедушка. Дедушка вышел первый на крыльцо, и был расстрелян. Затем вот вышел дядя, по рассказам бабушки, то же самое, был расстрелян. После этого дом подожгли, и уже ближе к вечеру бабушка отправила моего отца, которому на ту пору было 12 лет, чтобы он принес косу. Рядом с домом находилась яблоня, там у них находились на суху, висели косы. Когда отец подошел к яблоню, то он увидел рядом с этой яблоней полузгорелшего отца и полузгорелшего брата. Они, население местное, они выжидали, немцы, когда население станет возвращаться. И затем стали собирать мужчин. Женщин в одну сторону, а мужское население в другую сторону. Так как деревня раньше была большая, Волково, посчитывала 46 домов, то в деревне была ферма животноводческая, птичник был, там, скорее всего, была и кузница. Один мужчина шел в соседней деревне топорку точить в деревне. Он не знал, какие события происходят в деревне, но он был схвачен. И было там такое место, мы его детстве называли Кулинин сад. Рядом с этим садом находился помещение конюшной. И в эту конюшню стали собирать народ. И когда женщин, как говорят, женщин не трогали, их не запирали в этой конюшне, а мужчин собрали и конюшню подожгли. В этом скором списке и Николай Васильевич Беляев, и Арсений Васильевич Васильев, и Иван Арсеньевич Васильев, Дмитрий Сергеевич Голубев, совсем молодой парень, которому было 16 лет, Егор Ильич Бутко, Лупей Федорович Иванов, И вот то же самое и мои родственники один и тот же самое оказались в этом списке, которые погибли от рук фашистов. Но вот более мне приснить по этому факту нечего. Николай Владимирович, Вы говорите, что деревня Волково была большая, сожгли, получается, несколько домов, остальные дома существовали и жители в них жили. Может быть, бабушка еще о каких-то фактах злодеяний рассказывала в деревне Волково? Из 40-60 домов, которые были в деревне, установлены были не все дома. По сути дела, я, правда, я 56-го года рождения и хорошо помню, уже в 63-м году пошел в школу и до этого помню время. В деревне после этого восстановилось 12 домов. Естественно, школы там не было. Ничего там не осталось. Никаких только вот населения, которое, по сути дела, владелось там в этой деревне. Осталось вот там проживало 12 семей. Другие злодеяния бабушка не помнит. Она вообще неохотно рассказывала об этих случаях. Единственное, что мне известно, что вот на этом фу, который восходит в деревне, немцы оставили и вранаты, и потом дети находили, и использовали их. и то же самое травмированные отдельные были этим вооружением. Вообще, для них это была огромная боль, потому что погибли самые близкие люди. И бабушка сама она рассказывать не хотела. и отец мой, который тогда самое уже, по сути дела, мог осознавать все происходящее и пришедшее, и тетя моя, они тогда самое не хотели рассказать. Единственное, что вот так-то я бабушку на такой разговор выдел, и она вот мне это ищу поведала. Я, конечно, знал там и других, что помнил Беляева, Киона Васильевна тоже самая она участницей этого мероприятия была и что видала своими глазами. Поэтому о других факторах мне неизвестно. Николай Адамич, еще один вопрос. Вы сказали, что были восстановлены дома. То есть эта деревня была сожжена, правильно я поняла? Дома были сожжены все в деревне. А затем уже кто строил новый дом? Но большинство домов было перевезено из другой местности. Дома перевозили старые, устанавливали на месте бывших домов, и там проживали 12 семей. На моей памяти уже в 63-м году было 12 семей проживало в деревне Волково из 46-х, которые были в 41-м году. Спасибо. Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, вот это расправа, которое устроили немцы, они чем-то объясняли, что было причиной сожжения людей? Ничем они не объясняли. Население местное, насколько мне естественно наше, не контактировало, не помогало, у нас там не было ни старост, никого. Они, как население называло местное, они были самые настоящие сферы. Харатери другого слова к ним применить нельзя. У правительства есть вопросы к свидетельам? Спасибо, Николай. Основное разделение ласквы, которую они использовали в своей деятельности. Спасибо, Николай. Владимирович, вы можете остаться в зале сюда, можете быть свободны. Спасибо. 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 Ульга Леонидовна, пригласите, пожалуйста, следующего свидетеля. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, назовите свою фамилию, имя, отчество. Надежда Борисовна. Где проживаете, Надежда Борисовна? А что вы где проживаете? А, настоящее время проживаю в деревне Горбатка Жарковского района. Надежда Борисовна, вы приглашены в качестве свидетеля по гражданскому делу по заявлению прокурора Тверской области о признании преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной военной геноцидом в отношении мирного населения. Суд вас предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, дачи за домоложных показаний, что объясняет вам право не свидетельствовать против себя супруга близких родственников. Распишите, что вы предупреждены об уголовной ответственности и впоследствии подписку просим направить в суд. Так, прошу. Надежда Борисовна, скажите, пожалуйста, с кем-либо из сторон, которые участвуют в настоящем деле, напоминаю, это прокурор Тверской области и правительство, вы состоите в каких-либо отношениях, родственных, служебных и тому подобное? Нет, нет. Хорошо. Прокурор может задать вопрос следить. Надежда Борисовна, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, о каких фактах злодеяния немецко-фашистских захватчиков на территории Жарковского района вам известно и из каких источников эта информация к вам поступила? Вот, с 1968 года я начала трудовую деятельность в полхозе и работала секретарем партийной организации и затем председателем сельского совета около 30 лет. Поэтому эту ситуацию я очень хорошо знаю и я знакома. Все те, с кем я встречалась, население, а тогда были в жителях уже много еще, оставшихся родственников, я встреталась с ком Иваном Беляевым, Беляевым, Ивановым, Дмитрием Николаевичем, Голубым Николаем Сергеевичем, его матери Голубым за благородство. Вот, и другими. И все те, которые с кем я встречалась, отдавали одни и те задания. Поэтому я все сооккупировала и знаю, что вот это не обговор, а именно такой факт был. Надежда Борисовна, что вам конкретно известно о событиях? В частности, что? Конечно, вот эти люди не были посредственными участниками, но касались этого дела. А вот Феона Осиповна Беляева, это женщина, ей уже было за 20, она была тресвой памятью, нормально, умная, как говорят, и она очень хорошо, четко все рассказывала. И не только мне, там было из редакции, редактор был, она тоже рассказывала те же самые слова. Это была казанская Божья Матерь, как они говорили. Был прекрасный день. Они все выходили в два раза харвах, отсложили столы и отмечали братья казанская Божья Матерь. Вдруг подъехали немцы на мотоцикле трое и они приехали как бы за продуктами, как я и конкретно они говорили. И тоже здесь забили, заиграла гармошка и немцы стояли в стороне уже посемеивались и вроде как помогали. Но их ничего не пришало беду. Вдруг где-то откуда вышли. Но знаете, сразу в зале и где. Сколько их было и кто они были неизвестно. Они открыли огонь по немцам, одного ранили, одного били, а двоим удалось скрыть. Так как рассказывает Беляева Киева 8 и скрылись немцы. А там штаб был. Как говорили они, что были открыты. себе надо львов было, штаб был Шапшат. И когда доложили что погибли начали нападение то в отме немцы послали сюда карательный отряд. А население чувствовали, что проблема будет немалая. Они стали уходить кто куда. По другим деревням, по другие поселки и скрываться статусом. Ну кто проживёшь чужую деревню, исполняются много посадок. И когда они столкнулись с приближением теремии, то увидели, что немцы окружили деревню кольцом. окружили и запускали только вовнутрь уже из деревни никого не пускали. Таким образом попал даже мужчина из Смоленской области в это самое окружение. Когда они немцы окружили, ну это долго рассказывать я воружусь не буду когда рассказывать короче она начали подбирать жителей густого пола и выстраивались. Женщин положили вниз лицом и заставили чтобы они не смотрели на эту хранитель. Мужчин вывели из строя и запрели в один из сараев и подожгли. Но до этого еще я упустила до этого что когда туда взорвли люди стали кричать выбегать это ужас деревня полала это столько бог и было ужас и тогда когда я разговаривала соцерпия регионы отзывы мне страх объяснить не только руки у меня тряпло все тело она при виде ее и вся спокойно смотреть я даже не могла смотреть спокойно даже просветилась в ее виде ну вот и потом начали вот когда может даже до этого я попустила до этого начали деревню зажигать самок сначала и Беляеву и Феону подвели сундули в канистру в руки с бензином и заставили обливать в первую очередь свой дом а потом другие дома она не помнит она говорит я не помню как я приползла как я отползла полало все кругом ужас что-то страшно смотреть было ну а потом немцы вот эту жертву охреняли полную неделю они здесь оставили здесь окружение и охреняли чтобы никто не подошел а потом когда уже догорели останки местное население стало возвращаться и стали искать останки своих родственников которые остались кости или там где там что осталось стали хоронить в одной из в одну могилу могилочка была и березка которая и сейчас стоит конечно горе ужасное случилось отпустили люди не могли строиться тогда нельзя было средств дому в пределах как она говорит в пределах 46 дом а строить уже после войны почти некому оставалось в фронте пришли очень мало вот тоже у нас например на территории сельского совета ушло на фронт более 500 человек отвернулось только 400 вернее отвернулось где-то около сотни около 450 человек погибло на фронтах войны нашего населения это очень большое количество так вот после войны начали отстраиваться где-то кто-то в землянках жил пробыл и жили кто-то питались в зале что-то искали ну короче отстроилось очень мало населения а остальные переехали в другие деревни не переехали а перешили отстроились там ну тоска конечно не покидала жили очень печально очень тяжело но такое время было вот потом на этой земле где ранили этих людей впоследствии уже я работала председателем Тельского совета здесь высовудили небольшой памятничек с помощью Жаковского дирек подошвого комбината поставили нацарапали имена погибших людей до сих пор там все памятник покоится это сохранение и не чтим их память мы часто набедывались посылали веночки выложили цветы помнили собирали близких родных чтобы почтить память и это конечно очень трагично и отсылались в школе когда школа работала тоже навещали были значит с учителями с директором приходили навещали возлагали цветы а всего погибших у нас оказалось 12 человек ну можно дали больше потому что трудно сказать как через пески 12 человек погибших надежда борисовна из вашего рассказа следует из вашего рассказа следует что Беляева Фиона Осьмовна она жительница деревни Волково после того как деревню сожгли она осталась в этой деревне жить или может быть в другую деревню переехала нет она осталась в деревне у нее сын по-моему брат только у нее не помню был ли у нее сын где-то она вспоминала вроде брат у нее где-то был помогли и отстроиться она там жила до последнего я уже встречалась с ней накануне вот ее жизни вот она очень старенькая уже была ну конечно у нее уже были память потеря она такая уже не такая разумная как была в годы войны но вот нормально Надежда Борисовна вы еще в своем рассказе упомянули еще несколько человек Гудкова Иванова Голубева они тоже жители деревни Волково были или информациям известно из чьих-то уст Голубева Николая Сергеевич они переехали сначала в деревню Смоленской области не жили а затем они переехали к нам вот Гайова нашего сельского советского гороватского воюля жили мать его жила и отец Голубева а потом Голубев ему было 5 лет в то время они переехали сейчас он проживает в Горабатке он 36-го года рождения Голубев информация тоже известна со слов родственников в событиях информация этим людям известна со слов родственников исходя из того возраста небольшой у них был в период войны конечно со слов безусловно единственное это и Гудков Иван Егорыч тоже со слов и Захарова такая женщина тоже со слов это все со слов но они маленькие кто-то еще малолетки были кто-то а непосредственно Беляева она уже была ей за 20 лет она очень хорошо все помна спасибо очень неудобно скажите пожалуйста вы назвали 13 погибших это вы имеете ввиду вот те люди которых сожгли да 12 человек вот этих они дети на памятнике они у меня список у них еще вопросы к свидетелю нет не правительство спасибо Надежда Борисовна спасибо я вам зачитать вот список надо зачитать зачитайте беляев николай василий иван арсений василий бутков югорий ильич иван григорьев григорий захаров иванов лупей иванов дмитрий иванов николай иванов федор иванов итихонов николай иванов какой возраст у этих людей есть данные кого по разному а ну по разному знаете я здесь не могу у меня там список по возрасту или я не не знаю сколько ну такие уже вот так где-то 50 кто-то голубь конечно молодой был вот здесь вот ну не старый не старый единственное что может дедушка вот а ригорий наверно захарович иванов иванов пять лет иванов надеюсь что понятно хорошо спасибо надежда спасибо допрос свидетель окончил и на и в и в и и в и в и 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 Здесь приведены публикации «Угодицы и Красный Боец» 13 ноября 1902 года. 20 марта 1942 года около деревни Новоселки. Вскоре после этого приехали около ста солдат, оружие и СЖД. Население пыталось спасти бегством, но немцы задерживались всех, независимо от возраста. И по мужчин, женщин, малых детей под пулеметами ставили в строй. Потом немцы отвели женщину в сторону, мужчину и мальчиков старше 10 лет тут же расстреляли. Приведем список. Количество 22 человек. От 20 июня 1942 года составлен комиссия. Гороватского сельсовета. На территории Логовского сельсовета, Причистинского района, Смоленской области фашистские изверги подвергли мучениям посредством повесения следующих лет. Публикация в газете «Жарковский вестник» 3 августа 2018 года. Публикация «Жарковской хаты». 21 июля 1941 года жители деревни Яскина, ныне Волково, Гороватского сельского округа, отмечали праздник Казанскую. Мы собрались возле дома Захаровой, разложили гостевой стул. К дому подъехали на мотоцикл двое немцев за продуктами. Чуть позже появились еще двое пеших. В этот же день к деревне подошли около 30 советских солдат, выходивших из окружения. Обнаружив деревню немцев, они устроили засаду. В перестрелке один из немцев был убит, троим удалось вскрыться. Все это видели жители деревни и решили уходить из деревни немедленно. В этот же день в деревне явилось множество немецких солдат. Тех, кто еще не успел уйти, расстреляли. Двоих убили по пути. Затем каратели подожгли деревню с одной стороны и затаились, оцепив ее плотным кольцом. Впоследствии было принято решение возвращаться в деревню. Подойдя совсем близко, увидели, что в деревне полно фашистов. В панике многие пытались бежать назад, но было поздно. Фашисты под пулеметным огнем возвращали в деревню всех, кого замечали. Дорога назад была закрыта для любого, даже для тех, кто случайно проходил мимо деревни. Окружив деревню, фашисты заговорили на своем языке что-то показывая в нашу сторону. Затем притащили канистру с бензином и под прицелом автоматом стали показывать, что необходимо сжечь наши дома. Далее немцы выстрелили в строй всех жителей и стали выталкивать из него стариков и подростков. Отсортировав таким образом население, они погнали мужчину в деревню к одному из изгоревших пока сараев и, закрепив к нему, стали поджигать. Сарай горел быстро и уже через 20 минут обрушился. Обгоревшие со стонами стали выбегать из сарая, но немцы их тут же расстреливали. Никому не удалось уйти. Таким образом погибло 12 человек. Жертвы после расправы хранялись неделю. Лишь к концу второй недели удалось среди пепла найти останки и похоронить их. На листе дела 192. Также приведено сведения о расправах немецко-фашистскими захватчиками над жителями деревни, которые оказались свидетелями расправы с якобы вам богателем, которую у него немцы заживо сожгли в своем доме за связь с партизанами. Учитель математики Щечейской школы Шурова расстреляна. Жители деревни Полоска Уткин и его брат Захар замучены и расстреляны. В Чарковской хатыни устала деревня Волково-Яскино, гороватского сельского округа. За помощь советским бойцам, оказываемые жителями, оставшиеся в деревне, мужчины и подростки были заперты в сарай и заживо сожжены на глазах у матерей жертв и детей. В томе 9 на листах дела 6176 находится объяснение жителей Жарковского района в статье из газет, которые хранились в архиве администрации Жарковского района. Также прошу следовать. Стату 9. Материалы предоставлены архивным отделом администрации Жарковского района. Объяснение. Федоринкова Ивана Васильевича. 14 января 1968 года. Сообщается о Волковской трагедии. Гражданин Федоринков указывает, что в то время ему было 14 лет, он 1927 года рождения. Родился и жил в деревне Волково-Яскино до 1967 года. Дело было так. 19 июля 1941 года в деревню Волково приехали на мотоцикле два немца собрать яйца. Кроме этих двух были в деревне еще два немецких солдата, также пришедшие из продуктов. Пока жители деревни собирали приносили продукты, со стороны деревни Никольска двигалась группа советских бойцов. Примерно человек 30. Они выходили из окружения, видев двух немцев, которые остановились на краю деревни. Они устроили засаду, и когда немцы отъехали за деревню, открыли огонь из винтовок. Убили одного, ранили другого. Раненый немец ушел. Двое пеших, услышав стрельбу, тоже пустами пробираясь, ушли. Через час все жители деревни, покинув свои дома, скот ушли в соседние деревни. И вскоре все начали видеть, что деревня немцы поджигают. Это было 20 июля, примерно в 16-17 часов. Но фашисты подожгли только пять домов, из того края, откуда были выстрелы. Зная и видят, что в домах все оставлено, сход в клевах они окружили деревню плотным кольцом. Рано утром все жители деревни начали собираться. И в 12 часов дня, 21 июля, все увидели, что деревня окружена немецкими солдатами. Они в деревню пропускали, кто шел, а из деревни нет. Так попал житель из другой деревни, который шел через деревню Волково. И вот начали поджигать все дома и постройку. Заставив при этом жительницу деревни Беляеву, Ульяну Ильиничну, Беляеву, Фиону и Осипову носить питон с бензином, из которого они поливали дома и поджигали. Дальше подошли немецкие солдаты к жителям, которые столпились на окраине деревни. И начали выпихивать из толпы мужчин и стариков и подростков. Почти все мужское население вышло к немцам. Солдаты еще раз прошли около оставшихся женщин, смотреть, не осталось ли еще кого-то из мужчин. Но кроме меня, пишет свидетель, мужчин уже не было. На меня не обратили внимания, так как я был малоростом. И так мужчин повели в горящую деревню, как впоследствии оказалось, заперли в оставшийся не сгоревший хлеб и подожгли. Приводят список жителей погибших. На другом конце деревни шла другая трагедия. В доме своего брата Захарова Петра Захаровича, который был крайним домом, находились три человека. Захаров Игорий Захарович, заведующий школой, и его сын, заведующий славатской начальной школы, и жена Ивана, Мария. Ивана немцы ранили тяжело, и ему помогала жена и отец. И вот дом подожгли, первым из горящего дома вышел отец Захаров, отойдя от дома метров 10-15, фашисты убили его. Раненого Захарова вывела Мария. Он тут же свалился по крыльцам, немцы пристрелили его. Тело Ивана сгорело. Поэтому об этих же обстоятельствах проведена публикация в газете «Прирковский вестник» до 2 июня 2002 года. 29 июля 2016 года. Статья из газеты «Красная знака», номер 5, 10 июня 1970 года. Также публикация в газете «Прирковский вестник» до 4 мая 2018 года. В томе 9 на листе «Дело 87» также находится воспоминание Твердунова и насилие акупантов на территории Жарковского района, опубликованное в газете «Жарковский вестник». также прошу следовать. Да, здесь тоже приведена информация о поджоге деревни, отличная от деревни Волково и немножко о других факторах. Это другая деревня? Да, это другая деревня здесь. Статья «Малюкинская трагедия» опубликована на основании беседы с жительницей поселка Кривая Твердунова. «Малюкинская трагедия» «Малюкинская трагедия» «Малюкинская трагедия» «Они пришли к Натвинскому большайку и заполонили всю округу, заняв жизни своим мотоциклом, машиной, пушкой, и другой техникой« Дом стоял в начале деревни и то, что установили в начале незваные гости, установили на чердаке пулеметы. Далее обстрелы были настолько частыми, что даже маленькие ребятишки по звуку определяли, какая бомба летит и где взорвется. В один из ноябрьских дней немцы привезли своего убитого солдата. Они решили, что это дело рук местных жителей и собрали принявшееся в ту пору население к реке. Немного погодя фашисты стали загонять малютницу в рее укладывать ее соломой. Люди подняли крик, но все же трагедии тогда не произошло. Издали послышанность рыбы Люба и немцы тут же исчезли, по всей видимости чего-то испугавшись. Однако расправы избежать не удалось ночью, когда все спали, немцы подожгли деревню, перед тем подперев все двери. Дверь дома, где жила Люба с бабушкой, оказалась запертой. Однако пожилой женщине каким-то чудом удалось выскочить из пылающего дома. Когда она вернулась за мучкой, огонь уже бушевал во всем. В последний момент бабушка вынесла ее из грозящего бушевого строения. Так им удалось спасти. Деревня выгорела затварь. Дальше будет описываться обстоятельства, связанные с дальнейшей судьбой этих родственников, автора данной публикации. Массовые расстрелы и злодеяния против международного населения зафиксированы и на территории Бельского района. Территория района и город Белый находились под оккупацией немецких фашистских войск в период с 6 октября 1941 года до 10 марта 1943 года. Из актов ущерба в Бельском районе следует, что за два года немецкая оккупация город Белый почти полностью превратился в развалины. С особым ожесточением фашисты разрушали школу и больницы. Прошу исследовать материал, находящийся в томе 8 на листах дел 141 и 150. Сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спасибо. 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 В общем, немцы загнали в баню и подожгли его. Аккорд. 14 ноября 1942 года, составляем учительницей Подьясинской В деревне Турово было расстреляно 17 мужчин. Они были расстреляны за то, что в этой деревне оказалась порванная связь, телефон. Женщины в этой деревне были выдвинулись за деревню, а мужчины стреляли в деревню. Из деревни Мазуро-Жуково все население было выбрано из деревьев. Причем в этих деревнях производился погром. Окна и двери выломали, полы и потолки тоже. Все имущество было растасканно. Население осталось без кровной пищи. Акт 21 октября 1942 года составлен в составе председателя сельсовета заведующего архива. 6 февраля 1942 года в деревне Бухово немецко-фашистскими захватчиками был убит 70-летний старик Морозов за то, что отказался убирать трупы немецких солдат и офицеров с поля боя. 6 февраля 1942 года в селе Панизовье колхоза Искра-Ленина был замучен фашистскими извергами кодов Максим Павлович колхозник 35-летний за то, что не выявил фашиста, где находятся партизаны. Ему предъявили следующее пытка. Водили раздетого посолу по снегу. Морозов, который был в то время 40 градусов. У него спрашивали, где находятся партизаны. Но он ничего не сказал, за что и был убит из автомата. Скрытый был автомат очередная коробка. Жену Котова тоже мучили. В селе Панизовье были убиты колхозники Политайкин, 60-ти лет, и его сын Петр, 30-ти лет. У них полное развитие умственной системы. Немецкие изверги этих колхозников убили вместо партизанов. В селе Панизовье, 6 февраля 1942 года, было сожжено помещение лесопромысловной конторы. Немецкие изверги затворили окна и двери, облили керосином помещение и подожгли. Они посчитали, что в этом помещении находятся партизаны. В этом помещении находилась семья рабочего. Семья осталась без пищи проб. Акт от комиссии в составе председателя Гельской районной комиссии по учету ущерба из-за деяний и иных должностных лиц. 20 августа 1944 года. За время оккупации Бельского района немецко-фашистские войска заняли районный центр, город Белый, 12 сел, 384 деревни, 157 колхозов. За вкус шамнилова. Два рабочих поселка, 120 культурно-фашистских учреждений, 11 зданий религиозных кухолей. В период нахождения немецко-фашистских войск на территории Бельского района и в городе Белый. Немецко-фашистские войска организовали массовое истребление мирных жителей. По уточненным данным, согласно восстановленным актам, насильно под угрозой расстрела было увезено в Германию в качестве своих рабов фашистами 6902 человека. В числе увезенных многим жителям связывали руки-ногих валить машину, а тем, кто не подчинялся, здесь же расстреливали. Фашисты жгли деревья вместе с мирными жителями. В Камарах расстреляли Киселеву Марию, 28 лет, и ее сестру Ульяну, 25 лет, сестру Марию, 32 лет. Детей Колью и ее в возрасте от 2 до 4 лет и мать Марию Захаревну, 65 лет. Их обвиняли в том, что она была депутатом испоконного сельского. В населенном пункте новая деревня Грузинского сельсовета фашисты расстреляли 39 человек мирных жителей, в том числе женщин с другими детьми. В городе Белом гитлеровцы устроили весельцу, десятки граждан были расстреляны. За время своего нахождения фашисты расстреляли в районе 292 человека. Замучили голодной смертью, разными пытками 574 человека. За время оккупации города Белого сожгли и взорвали все здания. Из замевшихся 1400 домов большинство были каменными двухэтажными, ими разрушены и уничтожены. Здание педагогического училища, школы, тракторных механиков с оборудованием, лаборатории и кабинет на техникум, механизация сельского хозяйства школы, среднего сельского сообразования музея, дом пионеров, библиотека. С 30 тысячами домами книг и другие дома. Были сожжены населенные пункты трех сельских советов. Население этих сельсоветов везено в Германию. Ряд деревень, такие как Пшеничин, Шикорин, Нововыново, Целуны, Черный Ручей, Романово, Турово, Морозово и другие, оставили после себя только географические названия. Уничтожено со всем оборудованием пять средних школ. Оперативных зданий 28, мельниц 10, маслозаводов 11, длиннозаводов 3, электростанцию и другие учреждения и предприятия. Разрушено и уничтожено 5 913 жилых домов колхозников. 6 431 холодная постройка колхозников. 2 430 общественных построек колхозов. Весь сход имевшегося у колхозников фашисты насильно отобрали. Урожай, который был, увезли в Германию. Жители посадили на голодный поел. Весь смешившийся инвентарь и сельскохозяйственные машины фашисты уничтожили. А отдельные части, как двигатели, другие в разобранном виде увезли в Германию. Насильно отбирали коров, колхозников, мелкий скот, птицу. На основании составных актов, свидетельских показаний, немецкие фашистские войска причинили ущерб. Колхозам на 304 млн 548 тыс. рублей. Сельсоветам 1 млн 853 тыс. рублей. Гражданам коммунальному хозяйству 126 млн 397 тыс. рублей. Гражданам 279 млн 624 тыс. рублей. На оккупированной территории, в частности в районе, был введен новый административный порядок. В каждом населенном пункте был назначен старосты, которых учинялся комендатуре и бургомистры. Земля, ранее закрепленная за колхозами, по акту была поделена между крестьянами, которые единолично ее обрабатывали. Весь полученный урожай почти целиком и полностью забирался немцам. За исключением на каждого едока выдавали по 200 грамм на день, и то неполный год. В большинстве случаев сельхозпродукты убирались полностью, население всего чего ощущало мучительный голод и большое количество умирало с голодом. Население держалось в казармном положении, носили бирки, и ежедневно, два раза в день, население проводилось проверкой путем переключения. Населению одного населенного пункта запрещалось посещать другой населенный пункт. Во всех случаях появление граждан трубок в населенном пункте их публично расстреливали. По пути предступлений немецко-фашистской области под нажимом Красной Армии, они на своем пути буквально сжигали и уничтожили все купавшиеся на пути целые населенные пункты, сельхознаментария, общественные постройки и другое. Ущерб и убытки были причинены немецко-фашистскими войсками во время оккупации Бельского района с 6 октября 1941 года по 10 марта 1943 года. Сведения о насилии фашистов на территории Бельского района находятся также в томе третьем на листах дела 1.4. Это объяснение свидетеля Пасикова Людмилы Ивановны о злодеяниях фашистов на территории Бельского района. В томе третьем на листах дела 135-147 это сведения о гражданах, угнанных в рабство. В томе четвертом на листах дела 3.26 это актом ущерб и причиненным районом. Прошу следовать. Том 3. Я сделаю один. Протопол допроса средителя по 30 ноября 2020 года. Следователь Милидовского отдела следственного управления следственного комитета по Турской области. По уголовному делу попросила свидетеля Пасикова Людмила Ивановна. 30 ноября 1954 года. Следователь поездил на следующее. Я родилась, указывает свидетель, в декабре 1934 года в Бельском районе, в деревне Лубинкино. В 1941 году мы с семьей проживали в деревне Палаутин, Лубинского района. В первые дни войны в нашу деревню пришли немцы. Моего родного брата Головинского Вячеслава Ивановича и других ребят с нашей деревни немцы сразу забрали работать на конюшни. Они убирали скотный гор и кормили лошадей. На другом берегу у деревни засаде сидели наши разведчики. В один из дней наши разведчики сожгли их конюшни. После этого немцы выгнали жителей деревни из домов и сожгли деревню полностью. Всех жителей деревни пригнали в деревню Вашлей в Бельского района. Мы все находились в одном доме. В этот дом стали свозить раненых. Мы им оказывали первую медицинскую пунч. Кто-то из раненых выживал, кто-то умирал. В один из дней была зима. Немцы нас вывели из дома и погнали до деревни Камар, Бельского района. В этой деревне нас также держали в одном доме. Есть там ледовая, питались на травой листвой, которую находили на деревьях и поле. Сколько мы были в деревне Камары, точно сказать не могу, примерно несколько дней. Затем немцы опять погнали до деревни Ярцево, Смоленской области. В деревне Ярцево нас также держали в одном доме. Так продержались до весны. В весне нас перевезли до Белоруссии. В городе Орше нас держали в бараке. Потом я узнала, что это был концлагерь. Нас загнали в барак, где были только голые стены. В углу стояло два бидона с водой, на спочке висела кружка. Нас всех разделили до гола, всех побрели. Одежду нам не давали. Так и сидели в бараке. В бараке нас продержали 2-3 дня. У нас на руках у каждого был номер. Номер был длинный. Помню только две цифры, 7 и 9. Потом нам дали теплую одежду и подготовили нас к проблему в Германию. Когда нас привезли на станцию, там уже стоял поезд. Когда нас вели поезд, в этот момент началась перестрелка. В этой перестрелке я потерялась с матерью. Меня схватила какая-то женщина и сказала, чтобы я шла с ней. Нас в Германию так и не отправили. Погнали назад в другое направление, в сторону Витебской области. Когда началась война, мне было 7,5 лет. Вместе со мной в концлагере была моя родная тетя Галутин и ее сын Галутин Валентин. Моя двоюродная тетя Шамрыкина. Она умерла, когда нас везли в концлагерь. Также был со мной мой родной брат и моя мать. Когда война закончилась, всех нас остался в жилку. Освободили из концлагеря. Когда мы находились в концлагере, мы не работали, так как нас перегоняли с места на место. Мы пытались быть в основном нечищенной гречкой. Она была вареной, без соли и мяса. Хлеба тоже не давали. Охраняли ее в лагерь немцы и феды. Когда нас держали в загоне, немцы лучше относились к нам, чем финны. Когда финны дежурили, они издевались над людьми. Спускали собак, которые заедали людей на смерть. Прямо такой был случай, когда немцы издевались над пожилым мужчиной. Его положили на землю, на живот. На нем было одет только нижнее белье. Немцы стали бить силу по спине на гайку и били силу, потому что кровь по спине. Мы стояли и смотрели, нам нельзя покричать и плакать, так как за это могли расстрелять. Далее, в этом же доме, в листе раз по 35. 147. Приведены объяснения и объяснительные записки. Советское дом на Васильевне, 1893 года. Была угнана немецкое рабство в феврале 1943 года. В Белоруссию, деревня Казинировка. В июле месяце 1944 года была освобождена частями Красной Армии. В мае 1945 года возвратилась на родину. В деревню Нозгинобельского района. Объяснительная записка. Николай Велевдокия Ивановна, проживающий в деревне Емаки, Бельского сельсовета, 1923 года рождения. 14 марта 1923 года рождения. Была угнана в германскую неволю 13 февраля 1943 года. Это из деревни Емаки, Бельского района. Идя в германскую каторгу, произданут их в пути. Была жестокая охрана, ночевка под открытым небом. При малейшем ошибках и неподчинении подвергали избеги. Работали на очистке дорог. В заключении, в концлагере находились под охраной конвоя. Работали с раннего утра и до поздней ночи. 250 грамм хлеба в сутки. Холодные баланты потеряли здоровье. Необходимыми предметами, уголь и одеждой не снабжались. Охрана была жестокая. Были издевательства и побои. Заявление Тарасова и Анастасия Николаевна. Я, Тарасова, была насильно умными немцами в 1943 году, в феврале месяце. Нас гнали очень много народу, стариков и женщин и детей. Немцы били народ палками, у меня тоже попало палкой, а некоторых и расстреливали. Я потеряла своего ребенка. Через ночь его нашла в другой деревне. Гнали быстро, не давали отдыха. Шли по 40-50 километров без отдыха. Есть не давали. В ночлег загоняли в холодный сарай, где много народу замерзали. Заявление гражданки Зуевой Степанида, проживающей в деревне Куринка, Бельского района. Я, Зуева Степанида, была умными немцами в 1943 году, в марте месяце. Насильно. Со мной по пути следовало несколько сот женщин, стариков и детей. Все шли голодные, оборванные. Некоторые шли, теряли своих детей и матерей. Измученные все плакали и искали себе отдыха. Объяснительная записка от Гусаровой Марии, деревни Овсюкова, Бельского района Великолуповской области. 21 февраля 1943 года под конвоем были отправлены на работу в деревню Владимирское. С Владимирского ехали поездом полные сутки. С поезда были отправлены в Сахоновский район, где проработали полный месяц. Рыли откопы. После этого нас направили в пересыльный пункт. Пробыли там неделю. Покормили неодерными просами. В сутки один и притон, не каждый день. На наших глазах отбирают ее малой пяти матерей. Старых зажали в машине и увозили неизвестно куда. Дальше нас погнали за реку Днепр. В деревню Слободища. Посадили в холодную конюшню и пробыли пять месяцев. Дальше нас заправили к Смоленску, гнали лесом. И здесь мы решили уйти, ушли у нас 30 человек. Мы в лесу пробыли три дня, на четвертый день к нам пришла наша разведка. И, наконец, возвратились на родину 6 сентября 1943 года. Объяснение Щербакова, Анастасия Яковлева. Подживавшись в деревне Стромово, Швельского района. 21 июля 1943 года была угнана в Сахоновский район. Там работали на окопах, находились в лагерях. Работала до 21 марта, потом перегнали в Драгобужский район. Там я проработала с 21 марта по 28 июля 1943 года. Потом перегнали наш мэрик в Гордымовский район. Здесь я работала с 31 июля по 22 сентября 1943 года на окопах. Затем я из этого лагеря решила уезжать. Пришлось сидеть в окопах под снарядами троевситов. Объяснительная записка Милкурова Марии Ивановны. Также которая была угнана немцами. Пути была жестокая охрана. Начинали под открытым небом. Подвергались избиениями. Работали с утра до вечера. Объяснение Милукино Александра Ивановна. Была угнана 13 февраля 1943 года в германскую небо. При остановках в пути ночевали под открытым небом. При малейших ошибках и непричинении подвергались избиениям. Работали на очистке дорог. С раннего утра до ночи. Объяснение Михеенкова и Екатерины Владимировны. Проживающие в деревне Ермачев. Бельского района. Была угнана в немецкую неболе. На дорогу переносили всякие изнеможения. Питание было самое худшее. Отношение барбарское. Избивали, мучили, отбирали все вещи. Одежду у них не давали. Уважаемый суд, я прошу перейти к допросу свидетеля Акимова Нина Егоровной, которая уже находится в суде. Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто помогает нам обеспечивать видеоконференц-связь? Судья Нелидовского межрайона суда Тверской области, Мохов Артем Александрович. Артем Александрович, в судебное свидание явилось свидетель Акимова, верно? Явилось Акимову, да. Личность установлена? Да, личность установлена. Хорошо, переходим к допросу свидетеля. Пожалуйста, представьтесь суду. Фамилия и отчество ваше? Фамилия или отчество ваше? Акимова Нина Егоровна. Нина Егоровна, вы приглашены в суд для того, чтобы вас допросили в качестве свидетеля по гражданскому делу по заявлению прокурора Тверской области об установлении юридического факта геноцида мирного населения немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Вы нас слышите? Нина Егоровна, вы нас слышите? Я пошел. Много слышит она. Много слышим. Нина Егоровна, вы приглашены в качестве свидетеля по гражданскому делу по заявлению прокурора Тверской области об установлении факта геноцида немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Тверской области. Это вам понятно? Понятно. Понятно. Вы, пожалуйста, если что-то свидетелю плохо слышно, повторяйте вопросы, хорошо? Конечно, конечно. А попробую чуть ли не? Попробуем подручу. Нина Егоровна, в деле участвует прокурор Тверской области и правительство. Вот к этим лицам вы имеете какое-то отношение? Родственное, служебное, либо еще какое-то? Нет. Ты не имеешь в виду? В судебном заседании участвует прокурор Тверской области и представители правительства Тверской области. Вы к ним имеете какое-то отношение? Родство, служебное? Не, не, не. Не имеет? Хорошо. Поскольку вы будете допрошены в качестве свидетеля, суд вас должен предупредить об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний, и разъяснить вам право не свидетельствовать против себя, супруга, близких, родственников. Попросим сейчас отобрать у вас расписку. Распишитесь, пожалуйста. Мина Егоровна, вас суд предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, также разъяснить статью 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя. Я могу сказать, что это понятно. Это понятно? Я же за очков не могу писать, ничего не могу. Распишитесь вот здесь, как-нибудь. А, расписать? Да. Распишитесь, пожалуйста, об уголовной ответственности. Ну, уходи, значит, что втали. Ну, вот здесь, вот, на строчке. Я поняла очки, ну, где она? Позже для своих даконов. Ну, и нет, все расписалось. Подписка забрана. Подписка. Спасибо. После судебного заседания, направьте ее, пожалуйста, в суд. Прокурор, можете дать вопрос и следите, да? Нина Егоровна, добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда война началась? Сколько? Нет, я хорошо, я суть. Нина Егоровна, сколько вам было лет, когда началась война? Десять. Десять. А где вы жили, когда оккупировали немцы Калининскую область? Где вы жили, когда немцы оккупировали Калининскую область? Деревня Истратова. Деревня Истратова. В Бельском районе? В Бельском районе, деревня Истратова. Вы не жили. Нина Егоровна, а какие факты злодеяний проходили или на территории Бельского района, свидетелем которых вы являлись? Какие злодеяния происходили на территории района, где вы жили? У нас жили немцы, было дома, два года были в нашей деревне. Они строили браки и молодежь, которые заставляли работать. О злодеянии, вот про злодеяния. Ну это, они загоняли их в бараке, закрывали молодежь. Как они к мирному населению относились? Ну и делались. Как относились к мирному населению? Как они относились к мирному населению? Ну как относились? Ну как немцы могут относиться к мирному населению? Мы под фолом еще сидели на фоломе, все дети. Прятали, матерят прятали детей еще. А почему прятали? Почему прятали? Почему? Потому что они выгоняли, пили, если не подчинялись детям. А к взрослым как они относились? Отбирали ли продукты, одежду теплую? Взрослым как относились? Отбирали ли у них продукты и одежду? Ну вот, полицари сходили с немцами. Они же знали, в чем. И отбирали. А немцы боялись от зимы. Они холодно боялись от зимы. Но забирали, что, если знаете, что у людей есть это, приходили и забирали. И они обматывали, сами себе головы, на ноги надевали там, что. В общем, все хорошо было. А продукты отбирали у населения? Что это? Продукты отбирали у населения? Работать? Продукты отбирали у населения? Ну, продукты какие были? Значит, скотча у нас угнали весь. Корову маме забрали, кнете, все позабрали. И куда-то угнали. Остались все холодные. Мы были выгнуты в другую деревню. У деревни мы жили 30 семей. И заболели очень тихо. Которые не заболели тихо, их угнали в Германию и забрали, увезли. А которые заболели, те остались. Они боялись о тихо. Наш русский военный врач ходил к нам только один. У этот дом. А насилие к мирному населению применяли? Насилие к мирному населению применяли? Ну, применяли. Ну, не общешь там. Применяли, конечно, загоняли. Заставляли работать. Делать окопы там. Зимой делали траншеи такие. И, в общем, которые могли, молодые. А избивали население? В общем, заставляли работать. А били население? И, да, загоняли у холодное. Если не подчиняется, у холодное загоняли. А били? Ну, били, конечно. И мне даже попало. У них такие ботинки с шипами. И я пришла к сестрам. Сестры были загнаты. И немец меня, он как шарманул, только как отлетело два метра. А из жителей деревни погиб кто-то? Были ли убиты? Из жителей деревни кто-то был? Я не знаю. Много битых тут, я не знаю, битых в деревне. У своей деревни. У нас, в общем, немцы штаб был такой. Катюша как ударила в этот штаб, так весь дом взлетелся. И в ночь немцы ушли. А мы под полом на соломе лежали. Мама, немцы все ушли. Пришли наши утром. А Катюша как ударила, только так сразу все разлетелись. Штаб был немецкий. А когда немцы отступали, они сжигали деревни? Когда немцы отступали, деревни сжигали? Не, не. Дома остались чуть-чуть. Не сжигали. Они ушли. Они торопились, они ушли. Везли один одного, свои в театры. В общем, уходили. Усе ночью уходили они. А известно какие-нибудь факты, может быть, в других деревнях о злодеяниях немцев? Вы знаете что-то о судьбе в других деревнях? Кого немцев? Нет, о злодеяниях немцев в других деревнях. А, о злодеяниях немцев в других деревнях. Вам известно что-то? Ну, были, детей кидали у колодца, убивали, много людей убивали в других деревнях, у колодца кидали детей. Как же, они вздевались, полностью вздевались, особо финны. А какие-то факты, можно что-то рассказать подробнее? Ну, расскажите поподробнее, скажите про финнов подробнее. Про финны, финны очень страшные были, финны как приходят, так сразу ложь им бьют, они такие страшные были, финны, хуже немцев, немцы еще не так, как финны. Это и как заходят в дом, сразу начинают пить. Они рыбные, большие, страшные такие были. Вы рассказали, что детей в колодцы кидали, а с чем это связано, что за события? Зачем, зачем детей в колодцы кидали? Из-за чего? Ну, зачем, я не знаю, зачем, ну, сгибались. Это финны, по-моему, это все, в одной деревне там. В общем, мы набезобразничали. В общем, как появились все только, так все, так начали. Бил нас тоже. У меня сестра тоже умерла от голода. Ей-то нечего было, все уничтожено было. Которые ума трогались, оттраховала мама и приносила домой. Мясо варила, нас скормила. Ну, а есть семьи, которые матери были такие спокойные. Ты умерли все. Семьи полностью умирали. Спасибо. Ничего не было. Есть вопросы у правительства? Нет, пожалуйста. Скажите, а остальные ваши близкие пережили оккупацию? Ваша мама, кто еще у вас был? Брат, сестры, да? Не поняли? Остальные ваши родственники, братья, сестры, мать, пережили оккупацию эту? Ну, сестры. Отца забрали сразу с родственниками. У всех на фронту все ушли. Дядьки, тетки, у всех на фронту все ушли. А вот кто оставался с вами? Сестры, мать? Вот с ними что стало? Или вот так упало? А мама осталась одна только. У всех ушли на фронту. Все живы остались. Так живы они остались-то? Сесть, сестры, живы остались? Сестры живы мои остались. Они, в общем, все остались живы. Они болели, тихо. Тихо болели. Так, как говорите, умерла одна от боли. Одна, одна умерла, да. А сколько осталось? Четыре нас. Нашей маме пять было. Ага, четыре нас. Спасибо, Нина Егоровна. Тихо, рыбра, пили. Нет больше вопросов? Нет, спасибо. Спасибо, Нина Егоровна. Нет, у мамы пять человек было. Хорошо. Спасибо, все, вопросы у нас больше нет. Спасибо. Уважаемый суд, я прошу, предлагаю перейти к исследованию документов, актов о злодеяниях на территории Луковниковского района в настоящее время. Это Ржевский, Сельжаровский, Сталицкий и Торжевский районы. Том 4, листы дела 84-88. Том 9, листы дела 88-94. Том 4, листы дела 84. Акт от 12 декабря 1943 года, 17 января 1944 года, составленный Луковниковской районной комиссией по установлению и расследованию злодеяния немецко-фашистских захватчиков. 14-16 октября 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали Малогинский и Азерютинский сельские советы Луковниковского района. 25 октября 1941 года был занят районный центр всего Луковникова. 26-29 октября 1941 года были оккупированы Пашинский, Переевский, Гришкинский, Орешкинские сельские советы. 6 ноября 1941 года Воронкинский сельский совет. После этого частями Красной армии наступление германских войск было остановлено. Территория Луковниковского района. Из 22 сельских советов района были полностью оккупированы 15. Начиная с 30 декабря 1941 года, под ударами Красной армии немецко-фашистские войска начали отступать. Таким образом, оккупация района продолжалась с 14 октября 1941 года по 1 января 1942 года. То есть 2 месяца и 16 дней. В комиссии установлено, что оккупанты жгли постройки. С момента оккупации немецкой армии сразу же начались грабежи, насильственные изъятия как колхозного имущества, так и личного имущества граждан района. Разбойничьи приемы насильственного изъятия имущества у частных граждан немцев оправдывали, будучи денежных сумок. Под расписку ведомостям. Мизерная оплата в 15-30 марок за одну коробку, а то и меньше. В большинстве случаев имущество у населения грабежи, в первую очередь у активов депутатов сельсовета и, как правило, без всякой оплаты выдачи документов. За время оккупации, во время наступления немецкой армии, было сожжено, разрушено и уничтожено 313 колхозных сходных дворов и конюшен, 5181 складов, амбаров и сараев, 1426 других хозяйственных построек. И 59 деревянных домов. От уничтожения всех этих построек колхозы района потерпели убытков на сумму 45 572 671 рублей. Кроме того, у колхозников, служащих и рабочих сожжено и уничтожено 2420 собственных домов с надворными постройками. За это же время разбито сожжено и разграблено в колхозах района большое количество сейлок, сенокосилок и другого сельскохозяйственного инвентаря и техники. На общую сумму 7 597 553 рубля. Выдох-то на уничтожено и осталось не вывезено с полей урожая зерновых, картофеля, кормовых трав. За это же время разграблено уничтоженного населения района. Уничтожено огромное количество скота личного пользования, птиц, продуктов, овощей. За время оккупации в результате артиллерийского обстрела на лед вражеской авиации разрушено 8 зданий церквей. Уничтожено также большое количество средних школ, больниц, клубов и пчиталем других культурно-общественных зданий. Помимо приведенных фактов и показателей, характеризующих причиненный ущерб, в акте также отмечается, что при проведении своих бандитских приемов беспомощных людей, стариков и детей выгоняли на мороз, а при сопротивлении применяли побои и расстреливали. Так в деревне Хорошего 23 декабря 1941 года был избил 10-летний Шкаликов Аркадий Петрович. Мальчика били кулаками, прикладами, наконец разогнали Богород и полу живого затоптали в снег. После чего через 5 месяцев он умер. В деревне Климова за неподчинение старцев были избиты до полусмерти. Комсомольцы Бойков Геннадий и Бойков Михаил. В этом же деревне была избита приклада на линдовке комсомолка Бойкова Зор, похозница Сурикова Дарьева. Малейшее сопротивление каяралось беспрощадным образом. Гражданин деревни села Магогина, пильщик Моисея Елисеевич, был заколот штыком за то, что хотел тушить подожженную нюнцами его избуку. Был заколот на аспорте его племянник, 16-летний Грушин. Он Николай, помогавший тушить пожар, не хотевшись защитить своего дядю. Комсомольцы Владимирова. Начала просить немцев не поджигать ее постройку. Вот те схватили ее и доживую бросили в пламя до ее шизы, где она заживо сгорела. Комсомольцы деревни Степино. Шлякова Агафья была сбита прикладом винтовки за то, что хотела вывезти колхозную лошадь из двора, который они подожгли. Дом, двор, лошадь, скорее. Пробежим имущество у мирного населения не имели пределов. Грабили в открытый днем, грабили из-под замка, не считаясь ни с чем. У подростка в деревне Колупаево Царьково схватили на улице шапку головы, шутку на пиджак и раздетого на мороз пустили домой. У глухонемого старика, это же деревня Бочуково, также в сильный мороз на улице сняли вареньки, пустив старика домой бесяком по снегу. Гражданин деревни Коровина, Петров Андрей Петрович, 76 лет, был на крыльце собственной избы расстрелян без всякой причины. И тут же с его трупа мародеры сняли валенки и одежду. Гражданин деревни Хорошего, зверя, был расстрелян немцами с той целью, чтобы дать острастку гражданам, предотвратить сопротивление при грабеже, продовольствии и имуществе. У колхозника села Малугина, у колхозницы Моисеевой, была отобрана немцами корового в царь продукты. Когда она стала сопротивляться мародерству, немцы выгнали из СБ ее с шестимесячным ребенком, номеросы расстреляли. Крабежи и мародерство. С первых дней оккупации народ проявлял в отношении немецких захватчиков саботаж, продукты и имущество укрывалось и пряталось. Еще задолго до прихода врага в пределы района из советского актива был организован партизанский отряд. Субтитры после этого, мы撒亡 из банды, иначе маску. Перетели сухие на терминоплодоте. Субтитры делал DimaTorzok сухие на терминоплодоте. Время оккупации было убито 163 человека мирного населения, не считая бойцов партизанского отряда. Из этого числа было повешено и расстреляно 35 человек, вырезано и растерзано 3 человека. Заживо сужу 7 человек, погибло от бомбежки, вражеской авиации и артиллерийского обстрела 114 человек. Кроме этого, при отступлении немецкой армии из пределов района население Воронтонского, Милентьевского, Купенского и Сельского совета было выгнано с места жительства и направлено на Запад. Комиссия считает, что выгнанных таким образом людей района и подготовленных к отправке в немецкое рабство было не менее 3500 человек. Но в результате успешного наступления Красной армии граждане Глуповниковского района были освобождены от захватчиков. В то же время из взятых в рабство граждан района не вернулись. До сих пор обратно, указывает комиссия, 85 человек. Об их судьбе ничего не известно. Вместе с тем комиссия считает, что данные, проведенные данные о гибели людей, не являются исчерпывающими. Том 9. И сделаем смесь 8. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В дополнение к ранее составленному акту комиссия указывает за время оккупации Луковниковского района с 14 авт. 1941 года по 1 января 1942 года немецко-фашистскими захватчиками. В результате бомбежки вражеской авиации, артиллерийского и оружейного обстрела от взрывов и мин, и по другим причинам, связанных с военными действиями территорий района, погибло 159 человек мирного населения. Из них расстреляны 5 человек, от артиллерийского обстрела 8 человек, от бомбежки 94 человека, оружейного пулеметного обстрела 5 человек, сгорело при поджоге своих помещений 2 человека. Погибло от взрывов и мин 42 человека, по другим причинам 3 человека. Уведено в немецкое рабство дополнительно к ранее составленному акту 8 человек мирного населения, прилагаемого в списке. Таким образом, в силу погибло мирного населения Лукомниковского района, а в злодеянии немецко-фашистский поезд 415 человек. В том числе расстреляны 40, повешены 4, зарезаны и растерзаны 3, погибло от бомбежки 208, поведено в рабство 93 человека. Указаны злодеяния, выявленные путем свидетельствия показаний на месте случая смерти, при выезде членов районной комиссии. И приводится список граждан Лукомниковского района, погибших во время оккупации. 159 человек в этом списке. Часть районов Калинской области во время Великой Отечественной войны была подвергнута бомбардировкам. Это Лихославский, Таршовский, Благовский, Вышневолодский районы. Прошу огласить акт о причиненном ущербе в указанных районах, находящихся в томе 4 на листах дела 65-76 и в томе 5 на листах дела 3-31. 4 на листах дела 65-76. 5-77. 10-77. 10-8. 12-15. 15-15. Продолжение следует... 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 Ранено 11. Всего убитых 96 человек. Ранено 368 человек. Лист делал 76. Лист делал 76. Акт в отношении Новоторжского района. 20 февраля 1944 года. В Новоторжском районе. В Новоторжском районе. Имели поголовье скота. Более 20 тысяч. 510 голов. Птицы. Более 11 тысяч штук. МТС. 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 Т моторжского района. В период с 120-ри 1941 в мае 1942 года. Убитых более 38 человек. Тр zehn полотенцов правила статья радaven in the army. Прямым попаданием в дома гражданки Фролова и Гаврилова были убиты Фролова Анна, 43 лет ранен, Гаврилов, бригадир и его сын, 1926 года рождения. При налете 14 января 1942 года в деревне Боркин сгорел дом, в котором погибли трое детей от двух до шести лет. В колхозе память Ленина фугасной бомбы уничтожен дом, в котором погибла Фролина Анна Ивановна, 40 лет, ее дочь 15 лет и красноармеец, ночевавший там. В марте 1942 года в Ильинском сельсовете при бомбардировке были убиты Бабаева, 35 лет, Чернышов, 85 лет, Самцов, 12 лет, Иванов, механик МТС, его жена Иванова, начальник станции Ленина и ряд других. 14 ноября 1942 года в колхозе Красный Бор с Укровенского сельсовета погибли. Подгорная 27 лет, Андреева 25 лет, Цитова 25 лет. После смерти Подгорной осталось трое детей. Можно привести много фактов ущерб, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, мирным населением. Толл 5. Дело 31. Акт комиссии 4 квадрата 1944 года, составленной в составе комиссии, включая председателя, секретаря Балаговского, горкома и других должностных лиц и граждан, в том, что действия немецко-фашистской авиации разрушены лучшепроизводственные здания города Балагово. Балагово. Уничтоженное имущество, принадлежащее государственным учреждениям и гражданам города, было бы лучшим учебным производством для здания железнодорожного училища, вокзала и тому подобное. Таким образом, в результате разбойничьих действий, вражеской авиации, организациям и гражданам города был причинен ущерб на сумму 514 миллионов, 51 миллион 498 тысяч 925 рублей. Кроме того, в результате действий немецко-фашистской авиации на рабочем посту в домах в ночное время погибло 760 человек. Кроме того, в результате действий немецко-фашистской авиации, местко-фашистских захватчиков на территории города Бышний Молочок от 20 января 1943 года составлен комиссией, указавшей, что бомбардировками городу причинен следующий ущерб. Коммунальному хозяйству повреждены бани, парикмахерские мосты, дороги, канализационные трубы, водопровод, электротелефонно-телеграфная сеть. Сумма ущерба выражается в 14 миллионов 54 тысячи рублей по промышленным предприятиям и транспорту. Разрушения и повреждения нанесены в Лыжневолодском и Курчатобуможном комбинату, хлебозаводу, горпищекомбинату, горпромкомбинату, железнодорожную станцию, транспортные конторы, нефтебазы, промартеля. В конторе рост текстиль-промстрой торговым точкам на общую сумму 2 миллиона 762 тысяч рублей. Причинен ущерб культурным и водонным учреждениям и учебным заведениям, лечебным учреждениям, жилому фонду. Было разрушено 90 домов горжего управления, 151 домов трудящихся, в 10 домов, принадлежащих госучреждениям, всего 251 – жилой дом. Жертвы среди мирного населения города. Всего в результате налета вражеской авиации было убито 89 человек, в том числе 16 детей. Ранено 227 мирных граждан. Большинство пострадало 3 октября 1941 года от сброшенных бум в центре города, когда был разрушен дом пионерки 5 февраля 1942 года при полном разрушении. Бомбардировкой в железнодорожной казарме, где было убито 20 человек, ранено 16. И весь дело 32. Акт составленный в комиссии в отношении Вышневолодского района. При воздушной бомбардировке с воздуха вражеской авиации в течение 5-9 сентября, 5-12 октября и 6-10 ноября 1941 года и с 22 апреля по 29 апреля 1942 года на территории Вышневолодского района Калининской области разрушено 14 жилых домов с надворными постройками, принадлежащими частному граждану. При этом также погибло 9 человек. Из них трое детей, в том числе в селе Петрово. При воздушной бомбардировке разрушен живой дом. Гражданки Сорокина в нем погибли. Мать старушку Гусева, сын Анатолий Сорокина 5-летний, племянница Гусева не на 2 года. В селении Пучино при воздушном налете с воздуха, бросанием связок гранаты, обстреливаясь в пулиноту погибли муж и жена колхозники Русаков и Русакова. В селении Заречья, Зареченского сельсовета, при воздушной бомбардировке 22 апреля 1942 года разрушены жилые дома. В них погибли Мухина, Влади Николаевна, 1942 года. Этого же числа в это время в селении Накотка погибла колхозница Кудрявцева Мария Андреевна. При воздушной бомбардировке 5 апреля 1941 года во время работы погиб Гузнецкого хоза Красное Знамя Фадей 1903 года рождения. Подписи членов комиссии. Какие-то еще необходимые исследования документы? Уважаемый разрешитель правительства Тверской области и вкладательства о вызове в качестве специалиста Третьякова Алексея Юрьевича. Это сопредседатель регионального отделения Тверской области Российско-Общественного движения по Другому фронту России, заместитель председателя общественной оплаты по ДТВ. Он может дать повесения на основных документах о партизанском отряде под руководством Николая Нефедова о попытках и стремлении предотвратить деяния немецких оккупантов на территории города Калинина, ныне города Твери. Уважаемый разрешитель правительства Тверской области и вкладательства о партизанском отряде под руководством Николая Нефедова. Обслуждаются заявленные окнательства? Не возражаю. Кроме того, в завтрашнем судебном свидании будет обеспечено Явкосвидетелей Маркиной и Шаровой, а также специалисты-тролюбой. Хорошо. Суд в свою часть на месте определил удовлетворить заявленные окнательства, допросить в судебном свидании в качестве специалиста Третьего Тверского Алексея Юрьевича. Я оставлюсь в качестве Явкосвидетов. Да. Хорошо. И еще обсуждается вопрос о приобщении к материному делу. В письменном виде изложенном объяснении специалиста допрошенного в судебном заседании Павкина. и приложены к ним документы, на которые присылался специалист. Это письменные доказательства в виде актов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. Что скажешь тебе? Вопросы приобщить, пожалуйста. Мы разражаем приобщить. Суд определил приобщить к материалам дела, изложенные в письменном виде, консультации специалиста Павлова Андрея Александровича. Вопросы в отложении судебного заседания обсуждаем в связи с заявленными ходатайствами на просе свидетелей и специалистов. Суд определил для обеспечения допросов в судебном заседании свидетелей и специалистов. Судебное заседание объявить перерыв до завтра, 4 июня, до 10 июня. Судебное заседание предоставлено. Судебное заседание